Здравствуйте! Меня зовут Клюев Лев. Я ученик первого Г-класса. Сегодня расскажу вам про моего прадедушку, героя Советского Союза, Николая Тимофеевича Кудовя. Родился в 1896 году в деревне Никулио Бельского района. Солдат Первой мировой войны, награжденный Георгиевским пустом, участник гражданской войны. И вот опять война, уже третья. Летом в 1941 году дедушка берется за винтовку. Когда началась Великая Отечественная война, ему перевалило за 45 лет. В фронте его называли отцом. Но дело не только в возрасте. Старый солдат побывал до этого на двух войнах и многое испытал. Прошел все фронтовые университеты крепко сложный, седой, незарапливый Тимофеевич охотно поддавал молодым добрые советы. Вручал нерасторопного бойца в трудную минуту. С ним могли, товарищи, было любое самое рисковное задание. За участие в боях по Московскому и Старинграду дедушка был подрожден солдатскими медалями за боевые заслуги и за отвагу. В 1943 году его назначили командиром саперского отделения. 25 сентября 1943 года старший сержант Кудов под обстрелом противника доставил переправочные средства на берег Днепра и подготовил их для десанта. Указан в президиуме Верховного Совета СССР за мужскую героизм, проявленную при форсировании Днепра. Старшему сержанту Николаю Гордову было присвоено звание Героя Советского Союза. От Днепра дедушка дошел до берега. Но вступательным боявшим опера шел впереди с неразлучным минноискателем, обеспечивая нашим частям безопасное продвижение, оставляя после себя написи «Мин» нет. Старшина Кудов. После этого шли войска. День победы дедушка встретил в Астреи. Его не стало 1 ноября 1971 года. Встречаясь молодежью, он говорил, это большое счастье жить в войне. Это были слова русского солдата-человека, отстоявшего жизнь. Музей боевых славы в городе Белом оформил стеллаж, куда из семейного архива передали материалы о моем прадедушке. В 2014 году состоялась церемония открытия Аллеи Героев Советского Союза в городе Белом, в их числе и мой дедушка. Я говорю своим прадедушкам. Здравствуйте, я Шматова Полина, ученица первого ВК-класса. Хочу вам рассказать про своего прадедушку Шматова Николая Никитовича. В 41-м году, когда ненец схватил город Смоленск, вся сонышей девушек отправляли, как животное служить, в Ерманию рабство. Их сонышей жали в холодных бараках, кормили хуже, чем животных, давали в день воды и маленький кусочек хлеба. Мой прадедушка Коля освободили только русские войска только через 5 лет. Мой прадедушка Коля добирался с большими трудностями, не на своей трудности. 3,5 недели в деревне, в которой он жил до войны, ее сожгли немцы. Родители его жили в землянке, а потом его призвали служить в армию Советского Союза. Он там строил космодромы Байконур и Плестецк. Мой прадедушка Коля умер только в 86 лет. Ему было очень трудно вспоминать о периодах войны, а когда она об этом вспоминала, он плакал. Я очень горжусь теми, кто воевал в войне. Меня зовут Смолерова Олеся. Я учениц 1-го ВВГ класса. Я хочу рассказать о моем прадедушке Воронкова Ивана Илларионовича. Но сначала я расскажу стих. Июнь. Россия. Воскресенье. Рассвет в объятиях тишины. Осталось хрупкое мгновение до первых выстрелов войны. Через секунду мир взорвется. Смерть поведет парад Оле. И навсегда погаснет солнце для миллионов на земле. Июнь. Россия. Воскресенье. Страна на грани. Быть не быть. И это жуткое мгновение. Нам никогда не позабыть. В 1941 году началась Великая Отечественная война. Мой прадедушка Воронков Ивана Иларионович работал учителем истории в школе до войны. Когда началась война, ему было всего 29 лет. Мой прадедушка был командиром танка Т-34 и прошел всю войну от Воронежа до Праги. Он участвовал в боях, он участвовал в Курской битве, освобождал Украину, Польшу, Германию и другие страны. И за это время его наградили разными орденами и медалями. Но самое главное, это два ордена Красной Звезды. Первый орден он получил за то, что он освобождал село Поляны. Хотя на них там напали немцы. Он был сильно ранен, но он не бросил свой танк и ждал, когда придет часовой. Второй подвиг случился в Польше. Там он должен был доставить вовремя поручение в штаб. Хотя на них напали немцы, они их всех расстреляли и двух взяли в плен. После войны мой прадедушка вернулся в школу. И на своих уроках истории он рассказывал, как плохо и как жутко, когда идет война. И чтоб такого больше никогда не повторилось. Спасибо деду за победу! Здравствуйте! Я Ташлыков Артем, ученик первого Г-класса. Мой пра-пра-пра-пра-дедушка Замалидин Закин служил в Красной Армии и участвовал в Гражданской войне и Финской войне. Но в мирное время он был учителем истории и географии и был директором школы. Но когда началась Великая Отечественная война, войны его снова призвали в Красную Армию. Пра-пра-пра-дедушка был старший политрук стрелкового полка 352-й стрелковой дивизии, которая воевала против фашистов на Западном фронте и обороняла Москву. В ноябре 1941 года вместе с другими войсками дивизия порвала немецкую оборону, перешла в наступление и начала освобождать насильные пункты от фашистов. Под Москвой в районе села Большой Крутой 25 января 1942 года пра-пра-пра-дедушка поднял солдата в атаку и повел их за собой. Он был тяжело ранен и очень долго летелся в госпитале. Но врачи его не смогли выучить, он или его жена осталась одна с пятью дочерями. Здравствуйте, я Акчелина Иса, учениц первого Г-класса. Хочу рассказать о своем прадедушке Акчелине. Мой прадедушка-лейтенант Акчелин Шихак Мубинович проявил себя как герой в битве под Смоленском на реке Вазуза. Ближайшая задача фронта была прорвать оборону противника и обеспечивая себя с юга выйти на реку Вазуза и просим закрепиться. Мой прадедушка был командиром роты автоматчиков 4-го силкового батальона. Он преодолел заграждение врага, лично растаствовал рогаткой, вступил в схватку с тремя немцами. Взрывом гранаты ему оторвал ногу, и он сам сумел уничтожить трех солдат врага. Истекая кровью, командир роты продолжал подавать команды своим подчиненным. И лишь после того, как рота продвинулся вперед, он был эвакуирован с поля боя. Его рота первого рыбовара в деревню полк. Мой прадедушка был награжден орденом Красной Двезды. После двух ранений его перевели в штаб Москвы. Затем, после окончания войны, работал начальником Октябрьского районного военкомата города Москвы. Я очень горжусь своим дедушкой и всеми своими другими родственниками, которые участвуют в Великой Отечественной войне. Спасибо им за мир и за спокойное небо нам головой. Здравствуйте, я Артем Шляхтенков, ученик первого Г-класса. Я хочу рассказать о своих родственниках, защищавших нашу родину в Великую Отечественную войну. Это Зырянов Варфоломей Ефимович. Воевал на Ленинградском фронте. Был рядовой пехотинец. Пропал без вести в 1944 году. Это Зырянов Сергей Ефимович. Был, служил на Дальневосточном фронте. Вернулся с войны в 1945 году. Байкалов Георгий Константинович. Ушел добровольцем в 17 лет. Служил на Северо-Западном фронте. Был командиром противотанковых оружий. Пропал без вести в 1944 году. Это Голубев Алексей Николаевич. Воевал на Калининском фронте. Был командиром танка Т-34. Сгорел в танке в 1943 году. А сейчас я хочу рассказать стих в памяти о всех погибших родственных людях на войне. Сын отец Вячеслав Попов. И отца попросил, расскажи, как сражался. Как поганых фашистов в боях убивал. Но отец о войне говорить отказался. Только Бромин охмурил и тихо сказал. Ты что думаешь, сын, убивать очень просто? Так в кино лишь бывает. И то не всегда. Но ведь это ж враги. Я бы всех шашкой острой покорошил, если бы только был взрослым тогда. Да, то были враги. Но они тоже люди. И у каждого дома детишки и мать. Их погнали, как скот, к нам фашисты-паскуды. И заставили силой всех нас убивать. Да, ну что-то таково. Жить нам тоже хотелось. Да к тому же свой дом не пришлось защищать. Но и не было все. Кровь, жестокость и смелость. И поверь, нелегко мне войну вспоминать. Все. Мой прадед. Мальца Дмитрий Федорович, участник Великой Отечественной войны, попал на фронт в возрасте 21 года. Совершил множество подвигов, за которые получил награду. Выполняя задания по строительству мостов через непроходимое болото и доставку боеприпасов к командным пункту. Мой прадед, дед Леонидов Сергей Ефимович, участник Великой Отечественной войны, попал на фронт в возрасте 19 лет. Был командиром зенитно-пулеметной роты. Совершил множество подвигов, за которые получил награду. Одну из них, которая называется Орден Красной Звезды. Он получил за отличную подготовку к пулемету и расчет к бою, в результате чего он сбил два самолета противника и отрезил атаку противника, пытавшегося бомбить наземные войска. Моя прабабушка Леонидов Мария Трофимовна участвовала в восстановлении разрушенного города Станинград, который сильно пострадал после Станинградской битвы. Одно из самых кровавых сражений в истории человечества. Еще стих будет. Я, ребята, на войне в бой ходил, горел в огне. Наш в окопах под Москвой, но, как видите, живой. Не имел, ребята, права, и я замерзну на снегу. Утонуть на переправу, в дом родной отдать врагу. Должен был прийти к маме хлеб, простить, косить траву. День Победы вместе с вами видит небо синеву. Помнить всех, кто горький час, сам погиб, по землю спас. Я веду сегодня речь, и вот о чем, ребята, надо Родину беречь. По-солдатски святую. Здравствуйте, я Морозова Софи, 1-й Г-класса. Сейчас я вам расскажу про моего прадедушку Ивана. Мой прадедушка Иван Муценко, летчик-стрелов, в годы войны летал на военно-транспортном самолете ЛИ-2. Он доставлял боеприпасы, медикаменты, питание на линию фронта. Он вывозил раненых, детей и женщин в блокальную Ленинград и зону боевых действий. Он летал за линию фронта, в тыл врага к партизанам. Он участвовал в защите Москвы, Крыма и Севастополя. За боевые заслуги мой прадедушка Ивана Муценко награжден медалями и орденами. А сейчас я вам расскажу про моего прадедушку Ивана. Растаял утренний туман, красуется весна. Сегодня дедушка Иван начистил ордена. Мы вместе в парк идем, встречать солдатских кафе. Они там будут вспоминать свой храбрый батальон. Походы сполят и бои, а копы не уют. И песни бравые свои, наверное, споют. Споют о мужественных людей, чтоб землю полегли. Споют о родине своей, чтоб отрагов спасли. Здравствуйте, я Дула Гриша, ученик 1-го Г-класса. Стихотворение посвящаю своему прадеду Кокрилу Рубрамовичу. Погибшим в 1941 году в звании рядовой захоронен в братской могиле Московской области. Мой прадед рассказывал мне о войне, как в танке сражались, сгорели в огне, теряли друзей, защищая страну. Победа пришла в 1945 году. Вечернее небо, победы садут солдаты России и наш сон-герог. Я вырасту, детям своим расскажу, как прадед их защищали страну. Здравствуйте, меня зовут Жанна Вайсман. Я хочу рассказать о своей прабабушке. Ее зовут Фаина. В год Великой Отечественной войны она не воевала, но работала в тылу, помогая нашей армии. Моя прабабушка Фаина родилась в Варшаве, в очень большой семье. Когда немцы захватили Варшаву, ей одной из всей семьи удалось сбежать. Сначала в Сталинград, а потом на Ураль, встек в Новотроиск. В Новотроиске прабабушка участвовала в строительстве шамотного цеха. Такого важного в то время. Ей было очень тяжело. Она плохо знала русский язык. Ей приходилось работать по пояс в воде, поднимать тяжести. К концу войны Новотроиск стал городом. Моя прабабушка Фаина до сих пор там живет. Ей 97 лет. Я вам расскажу про свою прабабушку, Александру Прухоровну Шаркасову. Она участвовала в Великой Отечественной войне. Хотя в самих боевых действиях она участия не принимала. Она работала в 4-й танк армии. Сначала была телефонистка, потом мышечка и печатала важные документы на печатной машинке. Сейчас печатать у нее почти все. Тем более это не сложно. А в печатных машинке клавиши нажимались тяжело. И руки быстро уставали. А если сделала ошибку, приходилось перепечатать весь лист. Которая бабушка дошла вместе с Токварией до Кюнгсберга, тогда еще немецкого города. И там встретила победу 9 мая 1945 года. Но уверена, что работа каждого помогла приблизить в Великую Победу. Я благодарю своей прабабушке за это. Вот это вот моя прабабушка. А вот видите вот маленькая? Это моя бабушка. Вот это вот моя бабушка. Вот это вот моя бабушка. Вот это вот моя прабабушка. А там вот люди. Вот ее фотографии. Вот еще она такой. Вот она тут стоит. Вот ее портрет. А вот открытка. 55 лет Великой Победы. 55 лет Великой Победы. Я благодарю своей прабабушке Александровне Прохоровне Черкасове. Спать легли однажды дети. Окна все затемнены. А проснулись на развесть. В окнах свет нет войны. Можно больше не прощаться. И на фронт не провожать. Будут с фронта возвращаться. Мы героев будем ждать. Взрастут трава трансляния на местах былых боев. С каждым годом хороше станут сотни городов. И вы в хорошие минуты вспомнили, вспомнили, как у праздников, полчищ, лютых, очищали мы кровя. Вспомним все, как мы дружили, как пожаром мы тушили. Как у нашего крыльца молоком парным поили. Посидевшего от пыль утомленного бойца. Не забудем тех героев, что лежат земли сырой. Жизнью дав на поле бой за народ, за нас с тобой. Слава нашим генералам. Слава нашим адмиралам. И солдатам рядовым песен плавающим котам. Котам утомленным, закаленным. Слава нашим генералам. От души спасибо им. Здравствуйте. Я Смирнов Ярослав. Учусь в классе 1-м Г. Помним всех родных и близких, подаривших нам великую победу. Я хочу рассказать услышанный рассказ о Валентине Афанасьевне, и об ее отце, дедушке и прадедушке. Пенальф Афанасьев Устинович воевал на Ленинградском фронте стрелкового полка. Получил ранение и был отправлен в госпиталь. А дедушка на противотанковой батарее и участвовал в боевых действиях. С войны близкие ждали писем. Писем белые стаи прилетали на Русь. Их с волнением читали, знали их наизусть. Эти письма поныне не теряют, не жгут. Как большую святыню сыновья берегут. Я горжусь, кто воевал на войне и победил Великой Отечественной войной. Здравствуйте, меня зовут Лемешева Ксень. Я хочу рассказать о своем прадедушке. Мой прадедушка Востриков Алексей Васильевич. Был сапером. Освобождал Западную Украину, город Львов. Под руководством маршала Рокоссовского. Был награжден орденом Отечественной войны второй степени. Я горжусь своим прадедушком. Войны я не видел, не знаю, как трудно народу пришлось. И голод, и холод, и ужас. Все им испытать довелось. Пусть мирно живут на планете. Пусть дети не знают войны. Пусть яркое солнышко светит. Мы дружной семьей быть должны. Здравствуйте, я Балахнов Валвара, ученица первого класса. Время Великой Отечественной войны были созданы бригады артистов. Они ездили на фронт и принимали боевой дух солдата. Я вам исполню одну из самых любимых и известных песен тех времен. Песня Валенки. 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 Вот в Волгограде очень, там музей, там можно, в Волгограде музей, и там мы можем ставить технику, самолет. А вот это детский хоровод у Сталинградского вокзала, вот это был город, сражение. Вот так выглядел весь город, все дома были разрушены. Короче, вот сказать, правда, пройдем мельницу. Мельница Гербар Германт Городинина разрушена. Разрушена, но и здание мельницы, ставшей символом жестокости, боем в Сталинграде. Сталинградском битве оставлено неустановленным, как панч о войне. Мне сейчас входит в состав музей Панорамы Сталинградской битвы. Я теперь хочу рассказать о моем дедушке, моей прабабушке, прадедушке. Мой дедушка Черков Алексей Алексеевич, он дошел до самого Берлина и вернулся живой, здоровый. Теперь хочу рассказать о своей бабушке Черковой Клавлии. Она кормила немцев, хорошо разговаривала на немском языке. И солдаты ей рассказывали, что очень они хотят вернуться домой. И что очень они не хотели воевать. Это ставил Гитлер. Спасибо всем, что защищали русские земли. Июнь. Россия. Воскресенье. На свет в объятиях тишины. Осталось хрупкое волновение во первых выстрелов войны. Через секунду мир взорвется. Смерть поведет парад Оле. И навсегда погаснет солнце и миллионов на земле. Везумный шквал огня и стали. Не повернется сам назад. Два супербога Гитлер-Сталин. А между ними страшно. Идет, прощая воскресенье. Страда добра, не быть, не быть. И это жуткое волновение. Да, где когда не позабыть. Здравствуйте. Я Андреев Кирилл. Я хочу рассказать о моем прадеде. Мой прадед Сетин Василий Николаевич Пошел на фронт добровольцем. Он воевал на Катюшах. Снаряды были громкими и очень тяжелыми. После войны мой прадед плохо слышал. Однажды они попали в кружение к мемцам. Им приказали уничтожить Катюшу. Они целый месяц сидели в болоте и ели траву. И однажды им удалось прорваться к своим, не потеряв свою Катюшу. Мой прадедошел до Японии. Ему дали гранту за освобождение городов. Еще ему дали награду. Знак фронтовика, орден войны и медаль Жукова. Я горжусь своим прадедом Василием Николаевичем. Спасибо всем, кто защищал нашу Родину. Здравствуйте. Я ученик первого класса. Влас мой прадедушка Ишкевич Николай Архипович был призван на фронт в ряды Красной Армии в 1944 году в возрасте 18 лет в городе Бобруське. Свой боевой путь начался с города Харьков и дошел почти до Берлина. Был ранен дважды. 23 августа был ранен на голове. И второй раз. 19 марта. Подгородом, что я все получил, проявил меня в левую ногу. Сам дедушка про войну не рассказывал. Наша семья очень гордится его подлогами и чтит его память. Мы сейчас в Берлине возле Реставра. Куда наш прадедушка не дошел 40 километров, потому что его очень сильно ранили в ногу. Он свои медали скромно хранил в шкафу, но потому что его ранили в ногу, мы сейчас вместо него тут стоим. Вот такая вот история. Ольга Маслова, пусть будет мир! Как надоели войны на свете, гибнут солдаты и малые дети, что они в землях дорвутся снаряды, матери плачут и плачут комбаты. Хочется крикнуть, люди, постойте, войну прекратите, живите достойно, гибнет природа и гибнет планета. Но неужели вам нравится это? Бой — это боль, это смерть, это слезы. На братских могилах тюльпаны и розы над миром какое-то время лихо, где правит война, никому нет покоя. Я всех призываю, нам всем это нужно. Пусть на земле будет мир, будет дружба, пусть солнце лучистое всем нам сияет, а вой никогда и нигде не бывает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова